Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Сегодня мы поговорим с вами о двух важных мероприятиях по уходу за молодыми саженцами. В интернете довольно часто можно встретить информацию, что молодые саженцы не нуждаются в побелке. Вообще, для чего нужна побелка? Побелка необходима для того, чтобы защитить штамп молодого дерева с такой еще нежной корой от вредного воздействия солнечных лучей. Дело в том, что в феврале месяце, когда день пребывает и наступают ясные дни, солнце очень сильно отражается от снега и может вызывать такие ожоги ультрафиолетовые на коре. Кора и сам ствол являются холодными, замороженными, особенно в морозный день. Солнце разогревает кору, она более темная, соответственно, формируется разница температуры, кора может лопаться. Трещины коры являются источниками инфекции и наше деревце плохо себя чувствует. Именно поэтому необходимо такие молодые деревья белить. Чем же их белить? Конечно, обыкновенной садовой побелкой, но можно с добавлением различных антисептических веществ. Медного купороса, железного купороса или чего-то еще. Крайне нежелательно белить деревья синтетическими побелками, а также красками фасадными, например, которые содержат большое количество полимеров. Дело в том, что эта побелка к весне, когда уже угроза солнечных ожогов миновала, должна легко смываться естественным путем осадками. Белить весной стволы, ну, в этом нет никакого смысла. Это необходимо разве что только для эстетики, если кому-то нравится, что в саду белые стволы. Но с точки зрения пользы для сада это совершенно не имеет смысла. Вторая проблема, с которой сталкивается молодой сад, это, конечно, повреждение грызунами, мышами и зайцами. Вот мы видим дерево, которое в свое время было довольно сильно повреждено зайцами. Оно отросло один раз, здесь была повреждена ветка, дала почка, сформировала вторую ветку. Другая ветка также была повреждена. И вот теперь мы вывели на штамп дерево, и оно, будем надеяться, вы хорошо вырастите. Каким же образом нам сразу убить двух зайцев? Лучше всего для цели защиты штампа молодого дерева от солнечного повреждения, а также для того, чтобы защитить его от грызунов, использовать ленты спонбонда. У меня вот есть лента спонбонда, которая осталась прошлого года от укрытия овощных культур. Я нарезаю такие ленты из спонбонда и полностью аккуратно обматываю штамп. Штамп обматывается по всей его длине, точно так же, как если бы вы бинтовали рану на пальце. Немножечко с захватом предыдущего слоя. Такое обматывание необходимо сделать вплоть до верхних тонких веточек. Ну, последние года у нас, конечно, бывают малоснежные зимы, но дело в том, что если уровень снега довольно большой, то зайцы могут добираться вот до этих веточек и их отгрызать и повреждать. Поэтому бинтование должно происходить по всему штамбу захватом нижних скелетных веточек. Такая защита поможет избежать и солнечных ожогов, поскольку сам по себе спонбон светлый, и он не даст скорее разогреться слишком сильно и образовать трещины, с одной стороны. С другой стороны, такая обмотка является некомфортной для грызунов, и, соответственно, грызун в большей степени выберет какое-то другое дерево для своей еды, нежели чем то, которое было защищено. Надеюсь, что проблем у вас теперь с повреждениями солнцем, штамбов и грызунами не возникнет. Желаю вам всем успеха и подписывайтесь на наш канал.